Всем привет! Всем бодрости духа адекватности бытия. Вашему вниманию предлагается описание карты бесконечных земель Терра Инфинита или книга об истории, рассказанной женщиной, родившейся в землях за ледяной стеной. Совместный проект с телеграм-чатом Уфо вне стрима. Глава первая. Елена, рожденная в землях за ледяной стеной Антарктиды. 9.15 утра. Часы пробили в этой душной мрачной серой комнате. Мои глаза едва раскрылись, пытаясь осознать, где я нахожусь. Должна признать, с каждым днем мне все труднее привыкать к этому миру. Моему разуму требуются минуты, чтобы осознать, что я вновь в застенных землях, по которым когда-то ходили мои предки. На двери я обнаружила свернутую газету с датой 22 июня. Так здесь считаю дни. Каждый из них верен их упорядоченной системе, где кажется, что ничто не может выйти из обыденного сценария, созданного для нас, вынужденных обитателей этой мрачной пропасти. Человечество, кажется, истекает кровью день за днем, не осознавая, что оно столкнулось с грубой реальностью, давно превратившей все в нечто неподвижное. Это нельзя назвать жизнью. Думала я про себя каждый раз, посещая земли, где родилась моя семья, мои предки, боровшиеся за свободу человечества. Мое сердце болит, когда я представляю, что кости моих предков, возможно, все еще похоронены здесь, в этих землях, отдавших жизни за другое будущее. Я включала и выключала маленькую лампу рядом со старой кроватью. Размышляя о странном образе жизни здесь, о ложной потребности в предметах, это человечество, кажется, расплачивается за грехи своего прошлого, стремясь к свободе. Хотя это и несправедливо, является занозой в боку всех нас. Кто пришел с другой стороны, со свободной стороны, за ледяной стеной. Заплатить за место, где родилась. Эта фраза вертелась у меня в голове, поэтому я хорошо знал лица тех искателей приключений, которым удалось найти другие земли, земли гигантов или земли, где я родилась, в стольких милях отсюда. За это пришлось заплатить высокую цену. Я вернулась сюда, так как мой отец умер, оставив свое наследие. Мы никогда не забудем новое человечество, рожденное в этих землях, лишенных свободы и своей истинной истории. Возможно, пришло время начать разрушать эти стены страха, как я их называю, которые пугают нас в прошлом. Война была проиграна, но свобода была завоевана. Мертвые не были забыты, как хотели бы хранители, которые похоронили большую часть человеческой истории и манипулировали ею. Хуже всего то, что они убедили многих защищать эту историю и землю, на которой они живут. Этот мир сложное место для выживания. Высокая токсичность того, чем мы дышим, едим, пьем и опасности, делающую его недружелюбным местом. Те, кому удается сбежать, редко желают возвращаться. Но, как я всегда говорю, эти земли пустили в моем сердце такие корни, что когда я ступаю на эту землю, я воссоединяюсь со своим прошлым, с моим дорогим отцом Уильямом Моррисом, который поклялся защищать новое человечество от паразитических рук хранителей. Конфликты, ведущиеся на протяжении многих лет, отвратительны. Они манипулируют даже таким элементарным способом, как введение разных цветов в воображаемые границы или убеждения для разделения. Это только порождает потери миллионов жизней, многие из которых добровольно думая, что делают это ради правого дела. Единственная справедливая причина – это свобода. Свобода может быть достигнута только путем срывания завесы вокруг этих земель. Снять из завесы стоит дорого, но всегда стоит знать правду, даже если это последнее, что я смогу написать. Сколько невинных людей отдали своей жизни за это дело? Кто не хочет узнать истинную историю нашего прошлого? В этой книге я постараюсь нести ясность, насколько это возможно, в тему известных земель и других миров за стенами льда. Я также постараюсь подробно рассказать о цивилизации каждой из них благодаря книге «Шеки. Гигант человека», которая открыла моему отцу знания, неизвестные новому человечеству из-за сильной манипуляции. Важно то, что я встретила лишь одного человека, действительно заинтересованного в моей истории, хотя и не раскрыла своего настоящего имени или происхождения. Мы долго изучали это новое человечество, не доверяя эту информацию никому, кроме как с уважением и точно так, как мы хотели. Мы здесь не для того, чтобы пугать, не для предсказания катастроф. Но мы понимаем, что ситуация становится все более деликатной, и процесс может быть ускорен. Если я еще не представилась, меня зовут Елена Моррис, дочь штурмана Уильяма, рожденная в землях, о которых вы, возможно, не знаете, в 8 тысячах километрах за стенами льда на юге. Прежде чем я поведу вас по пути Терра Инфинита и ее истории, вы должны понимать, что многое из написанного здесь может не совпадать с тем, чему вы обучались в вашем обыденном мире – круге, среде, как я люблю это называть. Поясню этот термин позже. Многие подробности истории, изложенные в этой книге, могут казаться вам чуждыми, но важно помнить, что вы тоже были частью этой истории, хоть и незаметной. Вас как будто усыпили, анестезировали до такой степени, что жизнь в вашем мире кажется нормой, хотя настроится на рутинных роботизированных действиях, лишь немногие из которых исполнены любви и сочувствия. Разделение в обществе происходит все легче и по любому поводу, а масс-медиа эксплуатирует эти слабости уже давно. Важно, чтобы вы умели сопоставлять предоставленную информацию, не принимая все на веру, но и подвергая сомнению то, чему вас учили и что пытаются навязать вам. Стремитесь окружать себя людьми, которые несут в мир сообщения любви и сочувствия и действительно притворяют его в жизнь без разделения. Не удивляйтесь, если некоторые моменты покажутся вам знакомыми. Принимайте те идеи, которые вам близки, обнимайте их и доверяйте своему сердцу, несмотря на попытки разума запутать вас. Мой отец покинул эти земли во время войны, и когда я вернулась, я обнаружил их почти в той же ситуации. Та самая «безопасность», в кавычках, которую люди ищут во время конфликтов, на самом деле порождает их. Нет никакой безопасности от страны, правительства, политической партии или лидера любого рода. Настоящее противостояние – это вы, люди, против тех, кто управляет вами из тени, называемых хранителями, наблюдателями, смотрителями, защитниками деревьев, куджами, поглотителями энергии и многими другими именами. Я обычно называю их паразитической расой, что идеально им подходит. Они контролируют эти земли с начала времен. И хотим мы того или нет, управляют ими и сегодня. Можно ли что-то сделать против этого? Ответ прост – да. Но для этого нам необходимо глубоко изучить их слабые и сильные стороны. Знание врага – лучший способ освободиться от их контроля или в конечном итоге победить их. На этом первая глава книги «Истории, рассказанной женщиной, родившейся в землях за ледяной стеной» заканчивается. Если это видео наберет 500 лайков, мы выкладываем вторую главу. Как только будут опубликованы все главы и вся книга целиком, мы выложим полностью всю книгу в печатном виде, переведенную с картинками и без купюр, в наш уютный ламповый телеграм-чат у фовне стрима, а также в мой телеграм-канал «Секретные материалы». Поэтому поставьте лайк этому видео, если хотите, чтобы следующая глава вышла поскорее. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на чат и, конечно же, на мой телеграм. Всем бодрости духа, всем адекватности бытия. Надеюсь, скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok